Чтобы найти подтверждение этим моим мыслям, отныне я пристрастился к чтению. Благо научился читать и писать еще в бытность мою в Шотландии. Мне довелось познакомиться с такими полезными сочинениями, как история Рима, Китоливия, история Турции, история Англии, составленная СПИДом и другими, история войн с Нидерландами, история шведского короля Густава Адольфа, а также в числе других и история испанских завоеваний в Мексике. Некоторые из этих книг я приобрел в доме одного плантатора, который незадолго перед тем умер и вещи которого распродавались, иные просто брал читать. Я полагаю нынешнюю мою жизнь моей настоящей юностью, хотя мне уже было за тридцать, ибо в юности я не успел ничему научиться, и, если бы не мои ежедневные обязанности, которых было множество, я бы с удовольствием пошел в школу. И все же благосклонная судьба распорядилась по-своему, подарив мне счастливый случай в лице одного смышленого юноши, который был сослан сюда из Бристоля. Ведя, как он сам теперь признавал рассеянный образ жизни, он оказался в крайне затруднительном положении и стал грабителем на большой дороге. За что? Если бы его поймали, непременно бы повесили. Однако попался он вместе с шайкой мелких воришек и, избегнув таким образом худшей участи, был приговорен к ссылке и каторжным работам. Причем, по его собственным словам, он был доволен, что еще легко отделался. Он был человеком весьма ученым, и, заметив это, я однажды обратился к нему с вопросом, не подскажет ли он мне методу, по которой я бы выучился латинскому языку. Он отвечал мне с улыбкой, что обучил бы меня ему за три месяца, если бы я достал ему книги, а можно и без книг. Было бы время. Я сказал, что ему больше пристала книга, чем мотыга, и что, ежели он берется научить меня латыни, хотя бы только читать, чтобы лучше понимать другие языки, я поставлю его на более легкую работу, если буду уверен, что он заслужил благосклонность доброго господина. Короче говоря, я поступил с ним точно так, как мой благодетель со мной, и получил от него запас знаний, куда более ценных, чем стоимость одного раба. Однако, об этом еще впереди. От всех этих мыслей мне веселее работалось, поскольку теперь у меня имелось пять невольников, дела на плантации медленно, наверное, шли в гору. Она понемногу разрасталась, и на третий год я с помощью моего благодетеля купил еще двух негров. Таким образом, у меня осталось семь раневольников. Возделанной земли хватало, чтобы прокормить их, и потому плантацию можно было еще расширить, ибо на себя лично я не тратил ничего, так как находился на содержании у моего бывшего большого господина, как мы все его называли. А сверх того, еще получал от него ежегодное жалование в тридцать фунтов. Таким образом, доходы мои шли в рост. Так продолжалось в течение двенадцати лет. Плантация моя процветала при милостливой поддержке моего господина, которого ныне я стал величать моим другом. У меня завязалась переписка с одним человеком из Лондона, с которым я начинал торговлю, отправлял к нему морем табак и получал взамен европейские товары, какие нужны были для моей плантации. Причем табака мне хватало и на продажу. Как раз в это время скончался мой друг и благодетель, и я долго оставался безутешен по причине сей поистине тяжкой для меня утраты. Он был мне как отец родной, а без него я почувствовал себя словно чужестранец, хотя уже хорошо знал и страну, и свое дело, так как какое-то время почти самостоятельно вел все его хозяйство. Однако, потеряв своего советчика и главную свою опору, я почувствовал себя обездоленным. Отныне мне некому было довериться в разных моих делах. Но что случилось, то случилось. Теперь мне все же было легче выстоять одному, чем прежде. Я владел огромной плантацией и примерно семью десятью неграми и прочими невольниками. Одним словом, я стал поистине богат, если учесть, что начинал я, как говорится, с нуля. То есть никакого капитала у меня не было. Зато с самого начала мне повезло, ибо я получил помощь и дружеское участие, а лучшей поддержки. И не придумаешь. Если бы мне пришлось начинать с пятистами фунтов в кармане, но без помощи, совета и сочувствия такого человека, мне бы хуже пришлось. Он обещал вывести меня в люди и сдержал свое обещание. Однако, как мне кажется, и я сумел частично, так сказать, отблагодарить его за это, ведь я наладил все дела на его плантации и установил такие отношения с неграми, что за это и пятьсот фунтов было бы уплатить не жалко. Работы на плантации исполнялись исправно и согласно его воле. Все шло как нельзя более успешно. Слуги и даже негры любили его. А о суровых наказаниях и помину не было. На моей собственной земле тоже царил порядок. Я старался так влиять на разум и чувства моих негров, что они служили мне вполне охотно, результатом чего были их преданность и усердие. Тогда как на соседних плантациях неделя не проходила без ужасных криков, вопли, стенаний несчастных невольников под пыткой или в страхе перед оной. И тамошние негры в разговоре с моими мечтали лишь об одном – поскорее умереть, чтобы вернуться на свою родину. Они верили, что после смерти так оно и будет. Когда среди невольников попадался мрачный тупица, да к тому же с дурным характером, а это порою случалось, я спешил расстаться с ним и тут же продавал его, ибо не желал держать никого, кто не умел быть благодарным за мягкое обращение. Правда, совсем безнадежные мне попадались редко, так как стоило поговорить с ними разумно и прямо, как даже самые грубые из них делались уступчивей и покладистей. Я не раз замечал это. Рано или поздно вверх брало стремление к собственной выгоде. Если же этого так и не происходило, то мои люди, отличавшиеся совсем иными свойствами характера, сами опалчивались на своих же товарищей и соотечественников. И это, в числе прочего, тоже вразумляло их. И вот что еще. Всякий, кто в этом кровно заинтересован, может сам легко убедиться, что достаточно одного сговориться с тем, кто считается у них вожаком, пробудить в нем благодарность, и тогда не успеете вы оглянуться, как остальные под его влиянием станут вести себя так же, как и он. И так я стал плантатором и студентом. Мой педагог, о котором уже шла речь, по своему рвению и усердию оказался человек просто-таки выдающимся. Он занимался со мною с истинным увлечением и проявил редкий учительский талант. Уже позднее на ряде случаев мне пришлось убедиться, что не всякий хороший ученый способен быть учителем, ибо искусство преподавания не имеет ничего общего со знанием изучаемого предмета. Этот же человек владел и тем, и другим, и был мне на редкость полезен, так что я имел все основания проявлять к нему самую большую сердечность, учитывая его личные достоинства и обстоятельства, в коих он находился. Однажды я даже осмелился задать ему вопрос, как могло случиться, что такой человек, как он, получивший широкое образование и имеющий все преимущества, чтобы преуспеть в этом мире, оказался в столь плачевном положении и попал к нам сюда. Само собой, приступив к этим расспросам, я счел не лишним проявить некоторую осторожность, так как, вполне возможно, ему было неприятно вспоминать об этом, и тут же оговорился, что если у него нет желания обсуждать подобную тему, я не настаиваю и не стержусь на него. Поступая так, я понимал, что с человеком, когда он в беде, надо обращаться с особой деликатностью и не принуждать его к рассказу о себе, если это ему тяжело и если он предпочел бы об этом умолчать. Он согласился и сказал, что для него вспоминать прошлое означает воскрешать пережитое горе. Тем не менее, в настоящее время ему только полезно терпеть унижения, ибо, как он надеется, они приведут его к искреннему раскаиванию, что, хотя он не может без ужаса думать о своей загубленной молодости и растраченных зря талантах, коими щедрый создатель наградил его, готовя его к лучшим свершениям. Все-таки он должен до дна испить чашу позора, коли будет на то воля Господня. Тем паче, что он по своей воле ступил на эту стезю порока и преступлений и не покидал ее, пока Господь, на прощение которого он все еще уповает, не остановил его, предав на всеобщее поругание, и он не считает, что суд уже свершился над ним, ибо тогда его отправили бы на тот свет, а вместо этого он попал в Виргинию и получил возможность раскаиться в своей безнравственной жизни. Он был готов продолжать в том же духе, но я заметил, что слезы горького раскаяния, выдавшие страстную борьбу, которая шла в нем, мешали ему говорить. Я сделал вид, что не заметил его слез, и лишь выразил сожаление, что задал свой вопрос. Признавшись, что сделал это из любопытства, ибо, наблюдая людей темных, невежественных и упрямых, которые погрязли в низости и позоре, я не спрашиваю, как это случилось с ними. Когда же на скользкий путь вступают люди одаренные, образованные, я делаю вывод, что в этом повинна чья-то неумолимая злая воля. Так оно и есть, сказал он мне, когда я попросил судью о помиловании и произнес свою просьбу на латыни. Он ответил мне, если подобные преступления совершает человек, владеющий вашими знаниями, он еще более заслуживает наказания, чем простой человек, ибо его знания должны подсказать ему, что он не может ждать снисхождения, и потому у него меньше соблазна совершать преступления. Однако, сэр, продолжал он, я уверен, что мой случай весьма характерен, поскольку испытывать нужду уже само по себе великое зло, и нужда не только порождает искушения, но такие искушения, перед которыми человеку не устоять. «Стало быть, Бог справедлив», продолжал он, «коли он стремится уберечь человека от искушения, избавляя его от нужды». Меня так поразила истинность его слов, которые я на собственном примере испытал, что я невольно задумался. Однако он продолжал говорить. «Я так четко все это осознаю, сэр», сказал он, «что считаю нынешнее мое униженное положение меньшим бедствием, чем всю мою прежнюю жизнь, ибо я свободен теперь от ужасной необходимости совершать низкие поступки, которые стали моим позором и проклятием, хотя шел я на это ради куска хлеба. Мне не приходится ныне отнимать хлеб у других, применяя насилие и нарушая законы. Теперь я сыт, хотя и вынужден сам зарабатывать себе на пропитание тяжким трудом. Но я благодарю Господа за эту перемену в моей жизни». Тут он было замолчал, но потом опять продолжал. «Насколько лучше жизнь жалкого рыба здесь, в Виргинии, чем судьба самого преуспевающего вора там? Здесь я беден, но честен. Мне приходится страдать, но я не заставлю страдать других. Моя спина гнется под тяжестью наказания, зато на душе у меня легко. Раньше я не раз говорил, что мне все не досуг разобраться в себе саму, что надо дождаться передышки. Вот тогда я найду для этого время, а теперь сам Бог дал мне досуг, чтобы я мог раскаяться». Он долго еще говорил в том же духе, выражая благодарность, уверен в полнечество сердечную, за то, что избавили его от бесчестия, хотя теперь его ждет в десять раз худшая нищета. Я был глубоко тронут его речами, так как слишком хорошо знал, истинную цену перемене, произошедшей с ним. И потому не мог не расчувствоваться, хотя, признаюсь, до сего случая о Боге я задумывался редко. Я сам, как и он, был преступником, правда, не таким закоренелым, однако, и не помышлял о раскаянии, и не считал свою прошлую жизнь преступной, а только лишь бесславной и недостойной дворянина, что постоянно, как я уже не раз признавался, тревожило меня. «Ну хорошо», – сказал я ему, «вы говорите о раскаянии, и, надеюсь, искренне, но как бы вы расценили свое положение, если бы вдруг избавились от жалкой участи купленного за деньги раба? На какую сейчас обречены? Вы думаете, тогда вы стали бы другим человеком? Видит Бог», – отвечал он, «если бы мне пришлось ответить «нет», я бы искренне помолился, чтобы избавление никогда не наступало, пусть я навсегда останусь рабом, только негрешником». «Ну ладно», – сказал я, «а предположим, вы бы снова оказались в нужде и опять бы страдали от голода, тогда вы разве не вернулись бы на знакомый вам путь». Он, не задумываясь, ответил, что о нужде уже сказано в молитве, «Отче наш, не введена свое искушение, а также в притчах Соломоновых словами Агура, чтоб обеднев не стал красть. Я бы в веках молил Бога об одном, избави меня от путь сетей, коим самому не противостоять, и все же мне кажется, я бы лучше стал голодать, нежели снова заниматься воровством. Однако я хотел бы избегнуть искушения, ибо не уверен в силах моих». Признание было чисто сердечным. Ничего не скажешь. Да и вообще вся его речь дышала самой чистой искренностью. Так что трудно было его в чем-то заподозрить. Во время одного из наших разговоров он достал маленькую потрепанную книжицу в бумажном переплете, куда он списал молитву в стихах, которая вряд ли оставила бы равнодушным хоть одного христианина. «Я не могу не привести ее здесь, ибо в жизни не встречал ничего подобного». Она начиналась строками. «О Боже правый, не дай мне отдохнуть, какие б муки не терзали грудь, покуда не избыто преступление. Пусть длится эта боль во искупление. Не облегчай отчаяние мое, покуда милосердие твое не воцарится полностью на троне, свободном от грехов и беззаконий, покуда не очистится душа, раскаянием злодейство сокруша». Дальше говорилось все о том же. Это были лишь начальные строки. И они так запали мне в душу, что я запомнил их слово в слово. И нередко твердил про себя. После столь замечательного и столь растрогавшего меня ответа на продолжение разговора я не настаивал. Было ясно, что человек этот искренне раскаивается и опечален не самим наказанием, ибо нынешнее его положение не беспокоило, а скорее, как уже говорилось, радовало его. Нет, чувства и разум его тревожили воспоминания о пагубной, порочной жизни, какую он вел раньше, о гнусных преступлениях против Бога людей, какие он совершал. Ему не давало покою мысль о том, до чего же неразумен он был, пока не попал сюда. Я спросил его, не приходилось ли ему думать о раскаянии до или после приговора, на что он ответил, нюк, ибо так называлась Бристольская тюрьма, видимо, в подражании лондонской, не то место, где родится раскаяние. Напротив, любой злодей ожесточится там и позабудет скоро и Бога, и черта. И все-таки, оглядываясь назад, он с удовольствием мог отметить, что даже тогда он не оставался полностью чужд раскаянию, однако не смел всецело уповать на волю Всевышнего. Он часто задумывался о себе, о своей загубленной жизни еще до того, как попал в тюрьму. Каждый раз, когда нечестивое его ремесло предоставляло ему время для размышлений, он даже вопрошал себя, куда я качусь, до чего доведут меня все эти дела. И когда им будет конец, грех и стыд сменяют друг друга и ждет меня виселица. И он бил себя в грудь и восклицал, о негодяй несчастный, когда ты, наконец, раскаешься. И отвечал сам себе, никогда, 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 пока не попаду в тюрьму или на виселицу. После чего, продолжал он, я вздыхал и проливал слезы, вспоминая мою злосчастную жизнь, история которой могла бы повергнуть мир в изумление. Но, увы, будущее казалось темно и вселяло в меня такой ужас, что вынести это было трудно. И тогда я искал утешение в вине и в веселой компании. Вино вело к невоздержанности, а дурная компания, состоявшая из мне подобных, вводила во искушение. И тогда всех моих размышлений как не бывало. И опять я становился негодяем. Он говорил об этом с таким волнением, что, хотя лицо его озаряла улыбка, однако в глазах все время стояли слезы. Так он был охвачен сладкой скорбью, если возможно употребить подобное выражение. Странное все это производило на меня впечатление. И не пойму даже, отчего так волновало меня. Мне нравилось слушать его. И все-таки на душе у меня, не знаю почему, от этих речей оставался какой-то тяжелый осадок. И что со мной? Я не ведал. Необъяснимая тоска же малой сердце. Итак, он продолжал свой рассказ. А затем, сказал он, я попадал в руки правосудия за выходку. Попал все-таки, особо наглую. Подумать только, меня, на счету, у которого было по меньшей мере сто грабежей и прочих преступлений, чтобы их все описать, потребовалась бы целая книга, меня, который, попадись я только, заслуживал цепей и виселицы, и против которого, если бы дело слушалось открытым судом, выступило бы не менее 20 свидетелей, такого человека тайно припроводили под чужим именем в местную тюрьму и судили за мелкое преступление, в котором я, по сути, не был виновен. А поскольку еще учли неподсудность духовенства светскому суду, то снизошли до милости и отправили на каторгу. А что? Как вы думаете, сказал он, сильнее всего задело мои чувства и породило во мне эту благодетельную перемену, которая позволяет мне надеяться, что Господь не оставил меня, только не тяжесть моих преступлений, нет, лишь чудо промысла Божия, кое во спасение человека устилает путь его терниями, заставляя терпеть муки и страдания за малую вину его, дабы мог человек сам узреть, какого наказания избежал за главные свои прегрешения, одному ему ведомое. Неужели вы думаете, что, когда узнал я о ссылке и каторжных работах, я не расценил этот приговор как чудо, как милость Божию, оказанную человеку, который сделал все, чтобы заслужить виселицу и беспременно встретил бы давно смерть, если бы стало известно его настоящее имя и проведали бы, какой отпетый негодяй попал к ним в заточение. Вот где началось мое раскаяние, ибо в том и милость нашего Создателя, что Он оберегает нас, когда мы отдадим Себя на Его суд и сострадает нам, спасая от всяких бед, какие мы сами на Себя накликаем, не зная, как вырваться потом от них, но лечит нас он тоже муками, делая добро через зло, тогда как сами мы часто пользуемся добротой его себе во зло. Да, повторяю, вот где главная причина покаяния. Никто не станет спорить, что не виселица, но избавление от виселицы заставляет вора раскаяться. Конечно, продолжал он, страх перед заслуженной карой имеет свою власть над человеком. Ожидание смерти наполняет его душу ужасом, который спешат назвать раскаянием. Но, боюсь, ошибаются, ибо это скорее лишь душевные муки, порожденные тяжким предчувствием неминуемого возмездия, смятение в грозном предвидении грядущего. Иное дело сознание, что ты прощен. Вот оно действительно может сколыхнуть все ваши чувства и страсти. И тогда перед вами невольно встанет весь ужас содеянного вами преступления. Именно преступление, которое оскорбляет нашего Создателя, ибо означает низкую неблагодарность по отношению к тому, кто дал нам жизнь, со всеми ее радостями, утехами, кто полнит наши сердца благоговением продолжает творить добро, когда мы заслуживаем лишь гибели. Вот, сэр, сказал он, где находился источник моего раскаяния, из которого я черпал с истинной радостью. Вот что такое сладкая скорбь, продолжал он, о которой я вам только что говорил, рождающая на лице улыбку, когда из глаз текут слезы и дарующая радость, о которой я могу вам дать представление, лишь признавшись, что с самого начала моей самостоятельной жизни не было у меня счастливее дня, чем тот, когда я высадился на этом берегу и начал работать на вашей плантации. Я был раздетый, голодный, усталый, измученный, страдал в мороз от холода, в зной от жары, и вот тогда-то я и задумался о своей судьбе и узрел всю разницу между страданиями тела нашего и душевными муками. Прежде я гулял, кутил, здесь я узнал сроку борьбу за существование, так я наслаждался праздностью, свободой, здесь я тружусь, пока достанет сил. Однако какая счастливая разница в моем положении раньше и вот теперь, что и говорить, раньше в душе моей царил ад, смятение и ужас преследовали меня, я был сам себе ненавистен и всегда ждал плохого конца, тогда как теперь я обрел сладостный душевный покой, символ и предвестник небесного покоя. Я смирился исполненной благодарности и готов восхвалять счастливый случай, вырвавший меня из когтей сатаны. Теперь мои мысли парят высоко, а смертельная усталость лишь радует меня. Тяжелый труд мне кажется забавой и на сердце всегда легко. Прежде чем лечь на мое жесткое ложе словами, исполненными любви, я восхваляю Господа не только за то, что я избежал проклятой тюрьмы и смерти, которую заслужил, но и за то, что Шутерс Хиллз навсегда позади, и я больше не грабитель, ни гроза всех честных и праведных людей, ни обманщик простодушных бедняков, ни вор, ни мошенник, какого следовало бы стереть с лица земли ради безопасности других людей. Я восхваляю Господа за то, что я спасся от ужасного искушения в погоне за богатством творить одно за другим злые дела. Клянусь, всего этого достаточно, чтобы облегчить самые тяжкие муки и внушить благодарность за то, что попал в Виргинию, а случись иначе и вместо похуже. Затем он откровенно признался мне, что если бы можно было предстать пред вратами рая, а затем и ада, чтобы увидеть четко и ясно, где радость, красота и высшее блаженство, а где только страх и ужас, и в силу разумения своего познать и рай и ад, то первое знание скорее принесло бы исцеление человечеству, чем второе. Мы еще не раз возвращались к этой теме в наших беседах. Если бы меня спросили, неужели я мог бестрепетно слушать все это, так близко касающиеся меня и моего прошлого, я бы ответил так, чтобы он не говорил, своих чувств я ему не показывал, поскольку он представлял себе меня совсем не таким, каким я был на самом деле. Я не делился с ним своей историей, как делают в подобных обстоятельствах. А, напротив, время от времени напоминал ему, что попал в Виргинию не в качестве преступника и не был сослан на каторгу. Учитывая, что именно так начинали свой путь многие из здешних состоятельных граждан, мне просто необходимо было это ему говорить. Мне было довольно того, что теперь я занимал хорошее положение, а прошлое мое никого не касалось. И, поскольку мое печальное прибытие в этот край рабом, а невольно наемным уже стерлось из памяти, не в моих интересах было рассказывать об этом. И я таил свою историю. Тем не менее, себе самому я не мог не признаться, что в голове у меня от наших разговоров царит полная путаница, скрывать которую становилось невозможным. Ведь до сих пор я оценивал вещи поверхностно, заботясь лишь о том, добро или зло, радость или страдания они мне несут. Означают ли они для меня удачу или неудачу, и не очень-то понимая, сколь полно все повороты судьбы выражают волю Господа. Как все направляется и все направляется им. Вы уже знаете, на чем остановилось мое образование. И, следственно, у меня не было наставника в религии, который дал бы мне понятие о ней. Я не разумел даже самой сути ее, и ежели в указанное время я пребывал как бы в поисках веры, то это означало лишь, что я пристальнее вглядывался в мир, пытаясь понять, каков он на самом деле. Что же до создателя его? Едва ли сыскалась бы на земле хоть единая сотворенная им живая душа, столь же неведающая Господа своего, как я тогда, столь неспособного его узнать. Однако серьезные взволнованные речи молодого человека постепенно изменили мое отношение к всему вопросу, и я уже говорил себе, что рассуждения его вполне справедливы. Но что же тогда я сам за человек и чем жил раньше, коли никогда не задумывался над этим, никогда не умел сказать «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты спас меня и за все, что сделал для меня в этом мире». И однако же, чего только не случалось со мной в моей жизни, сколько раз, как и он, я чудом спасался от всяких бед и напастей, и если то было освящено невидимой волей Божией мне во благо, чем я заслужил его заботу о себе, где же я обретался, что за неразумное и неблагодарное создание Божие, таких больше, наверное, и свет не видывал. Подобные мысли начали сильно тревожить меня, и я впал мелховолью. Однако в религии я тогда так мало смыслил, что даже если бы принял решение начать новую жизнь или захотел бы приобщиться к вере, не ведал, как это сделать. У моего наставника, я только так теперь называл его, оказалась в руках Библия, и он углублялся в чтение ее не раз на дню, хотя я не знал зачем. Увидев у него в руках Библию, я попросил ее и сам стал читать прежде со мной это так редко случалось, что я смело мог бы сказать, за всю свою жизнь я вряд ли прочитал подряд хоть одну главу. Он заговорил тогда о Библии просто как о книге и сказал, где она у него хранится и как ему удалось привезти ее Виргинию, а потом поднес ее в пылу экстаза губам и поцеловал Благословенная книга воскликнул он она единственное мое сокровище какое я вывез из Англии и единственное утешение в моих горестях с ней добавил он я не расстался ни за что в мире и он долго еще продолжал в том же духе совершенно не понимая о чем он говорит ибо имел как я уже сообщал вам лишь наивные представления юных лет о промысле Божием среди людей и проявленном ко мне Господнем милосердии я взял эту книгу из его рук и стал листать ее Библия открылась на главе 26 стих 28 где Агриппа говорит апостолу Павлу ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином мне кажется сказал я эти строки точь в точь совпадают с тем что вы только что так обстоятельно излагали и я хочу вслед за вами повторить это словами отца нашего и я прочел ему эти строки он вспыхнул услышав текст и тут же ответил мне а я бы в ответ процитировал вам слова святого апостола обращенные Агриппи молил бы я Бога чтобы мало ли много ли не только ты но и все слушающие меня сегодня сделались такими как я кроме этих уз мне было тогда по моим расчетам уже за тридцать насколько я мог сам судить о своем возрасте ибо никого не осталось кто знал меня с рождения и так повторяю мне было за тридцать и я уже успел пройти богатую школу жизни но поскольку с младенчества был всеми заброшен и ничему не учился также и в юные годы я пребывал что называется в полном неведении относительно всего что достойно в этом мире называться верой и то был первый случай в моей жизни когда крупица религиозного чувства запала в мое сердце меня поразили речи этого человека и в особенности все что касалось его прошлого о котором он говорил так прочувствовано и которое слишком напоминало мне собственное прошлое а потому каждый раз когда он вспоминая обстоятельства своей жизни оценивая их с разных точек зрения делал вывод в пользу религии меня вдруг осеняло а ведь и я должен за многое испытывать благодарность и во многом как и он раскаиваться с той лишь разницей что мне в отличие от него не была послана благодетельная вера правда зато я был на свободе и хорошо устроился в этом мире довольно легко стал господином и достиг полного благополучия поднявшись именно из того ничтожного и плачевного положения в каком он пребывал сейчас однако ежели он все еще остается невольником и ежели как следует считать его грехи тяжелее моих значит и печаль его должна быть горше эти размышления о благодарности взволновали меня и крепко засели в моей голове я вспомнил что испытывал глубочайшую признательность к моему старому господину который помог мне подняться из ничтожества я любил само имя его и даже землю по которой он ступал однако никогда мне в голову не приходилось что этим я обязан только ему одному нет нет и я бы мог повторить во след за фарисеями Боже благодарю Тебя за все что по воле Божией было сделано для меня вот тогда то я и подумал ежели как неоднократно разъяснял мне мой новый учитель наша судьба направляется свыше и ежели Бог указует все что должно произойти в жизни и ни один волос не упадет с головы без соизволения отца нашего то каким же неблагодарным псом я был перед лицом проведения столько сделавшего для меня и тут же вслед за этими размышлениями напросился вывод что будет только справедливо если волею Всевышнего коей я пренебрег я останусь без тканей шерстяных и полотняных которые ныне прикрывают наготу мою и буду снова вергнуть в нищету знакомую мне с детства эта мысль немало смутила меня я впал в задумчивость и печаль постоянным утешителем в коих был однако мой новый наставник от которого я каждый божий день узнавал что-либо нового и однажды утром я заявил что как мне кажется ему не следует больше обучать меня латыни а вместо этого лучше нам заняться богословием но он признавался мне со всей скромностью что не настолько сведущ в нем чтобы сообщить мне что-либо чего я сам не знаю и предложил мне читать каждый день священное писание кое-одно может считаться источником и основой всех наук на что я отвечал ему словами евнуха обращенными к святому Филиппу когда апостол спросил его разумеешь ли что считаешь как могу разуметь если кто не наставит меня мы часто беседовали на эту тему и я получил все основания считать его искренне новообращенным так что говорить о нем иначе не могу и не должен однако о себе того же сказать не смел бы мое сознание тогда еще не созрело для подобной перемены меня тревожили сомнения насчет моего прошлого я вел тогда как впрочем и до нашего с ним знакомства скромный размеренный образ жизни много трудился и не предавался излишеств и все таки причислить себя подобно ему кающимся грешникам я не мог мне не хватало убежденности и веры которая поддерживала бы меня и потому как это часто случается когда первые впечатления не западают глубоко в душу раскаяние мое постепенно улетучивалось тем временем он продолжал исповедоваться мне во всех своих жизненных невзгодах о коих докладывал со всею серьезностью так что беседы наши как правило были исполнены благонамеренности и глубокомыслия никакого намека на ветренность даже когда мы не касались в разговоре религиозных тем он часто читал мне что-нибудь из истории а ежели книг не оказывалось под рукой он сам разъяснял мне вопросы о коих даже не упоминалось в современных исторических трудах или во всяком случае в тех книгах какие у нас были он пробудил во мне неутомимую жажду узнать что творится на белом свете тем более что весь мир тогда был занят великой войной в которую втянули французского короля бросившего вызов всем европейским державам я счел себя заживо погребенным в отдаленной части света где никто ничего не видит и почти ничего не слышит о том что творится на земле да и эти то слухи доходят с опозданием на полгода а то и на год если не больше одним словом меня опять стали мучить былые сомнения достоин ли тот образ жизни какой я веду теперь истинного дворянина конечно теперь я был ближе к цели чем когда оставался карманным вором а потом был продан в рабство но все это было слабым утешением и ничуть не успокаивало меня я приобрел еще одну плантацию весьма солидную и дела на ней шли превосходно я держал на ней сто невольников самых разных и одного надсмотрщика на которого мог полностью положиться кроме того имел в зачине еще и третью плантацию только только осваиваем так что ничто не мешало мне достижение моей цели и тем не менее я стал подумывать о путешествии в Англию что мне там делать я еще не знал но про себя я решил одно надо как можно больше посмотреть чтобы составить собственное мнение о вещах о коих до сих пор имело лишь смутное представление по книгам я ускорил устройство всех дел на моей третьей плантации желая навести там такой порядок чтобы можно было либо сдать ее в аренду либо доверить надсмотрщику как уж там я сочту нужным если бы я принял решение оставить ее на управляющего или надсмотрщика не нашлось бы для этого более подходящего человека чем мой учитель но я даже в мыслях не имел покидать того кто возбудил во мне это страстное желание отправиться путешествовать и коего я намерен был сделать соучастником в моих странствиях прошло три года прежде чем я привел дела мои в такое состояние чтобы спокойно покинуть страну за это время я освободил от всех обязательств моего учителя и с радостью вернул бы ему свободу но к моему великому разочарованию не сумел уговорить его ехать со мной в Англию пока не истечет срок указанный в официальном документе о его ссылке сюда поэтому я назначил его моим управляющим тем самым вселив в него надежды на лучшее будущее коего он мог достигнуть таким же путем каким некогда шел и я с помощью моего доброго покровителя с одним лишь различием я не оказал ему содействия какое получил когда-то сам приобретение собственной плантации в мои намерения это не входило и тем не менее его родение и честное отношение к своим обязанностям без моей помощи сделали свое дело и принесли ему даже больше пользы про это уже шла речь чем просто назначение моим управляющим так как последнее в тот момент означало для него лишь избавление от тяжелой работы а также от участи невольника в ответ на доверие оказанное ему он проявил такое усердие и такую исполнительность что заработал себе доброе имя и когда я вернулся в эту страну я обнаружил что он занимает уже совсем иное положение чем то в каком я его оставил не считая того что в течение примерно 20 лет он был в должности моего главного управляющего о чем я в свое время вы еще услышите я упоминаю об этом главным образом на случай ежели кому-то несчастному выпадет на долю такая же беда и он окажется в подобных положениях пусть он примет все это к сведению и заучит небольшой урок построенный на следующих примерах первое Виргиния в качестве штата для ссыльных катаржан может оказаться самым благоприятным местом где они искренним раскаянием своим и примерным усердием в работе на какое их поставят добьются положения какого никогда прежде не знали для этого им не придется идти путем зла и насилия ибо здесь они попадут в столь новые условия что у них даже не будет искушения вспомнив прошлое совершать старые преступления и перед ними откроются виды на лучшее будущее второе Виргинии даже самому жалкому и ничтожному человеку когда истечет срок его невольничьей службы если он проявил должное усердие и трудолюбие на службе этой стране коли он останется жив-здоров обеспечены благополучная жизнь и процветание и поскольку существует такое правило на которое может рассчитывать даже самый последний горемыка то на мой взгляд сосланный сюда преступник должен считать себя счастливее самого преуспевающего вора который гуляет еще на свободе в своей родной стране неверно полагать как делают некоторые что бедняги которые желают добровольно уехать в далекие земли и чтобы попасть туда и там устроиться принимают на себя суровые обязательства поступают глупо нет вовсе нет особо если их будущие хозяева окажутся людьми честными ведь поначалу они скорее всего просто не знали какой путь избрать и потерпели неудачу здесь же их немедленно обеспечат всем необходимым а по истечении срока наказания они получат возможность обеспечивать себя самим однако возвращаясь к моей собственной истории чтобы открыть новую ее страницу отныне оставив мою плантацию в надежных руках и успокоившись на этот счет я начал готовить запасы провизии для путешествия в Англию главной моей задачей было запастись таким количеством товара и денег чтобы мне хватило на жизнь и сделки за границей но более всего чтобы получить больше прибыли с плантации в Мерлинде снабдив их для этого всем чем нужно однако тщательнее обдумав предстоящее путешествие я пришел к выводу что было бы неразумно доверить весь мой груз одному судну на котором собирался плыть и я сам а посему я в разное время погрузил 500 кип табака на разное судно отправляющиеся в Англию сообщив моему агенту в Лондоне что сам намерен сесть на корабль тогда-то чтобы приплыть следом и велел ему подготовить солидную сумму денег соответствующую стоимости моего товара я покинул страну примерно два месяца спустя сев на вполне надежное судно вооруженное 24 пушками которая направлялась в Англию с грузом около 600 кип табака 1 августа мы оставили позади берега страну первые две недели наше плавание было мучительно трудным несмотря на то что оно пришлось на благоприятный сезон проведя 11 дней в открытом море в течение которых почти все время дул сильный вест точнее вест норд вест загнавши нас на восток дальше чем надо когда идешь морским путем в Англию мы попали страшнейший ураган жестоко трепавши нас пять дней к ряду без передышки так что нам пришлось все это время как говорят моряки догонять ветер невзирая на намеченный курс наше судно сильно пострадало от шторма и дало в нескольких местах течь правда усилиями матросов пробоины заделали однако наш капитан которому пришлось долго сражаться с непогодою в конце концов решил идти на Бермудские острова тем более что волнение на море еще не спало я не настолько разбирался в морском деле чтобы уловить суть спора возникшего по этому поводу но мне показалось что взяв направление на остров они ошиблись широтой поднявшись выше чем надо и теперь мы уже никак не могли вернуться на Бермуды мнения капитана и его помощника начисто разошлись что вообще редко случается каждый придерживался прямо противоположной точки зрения вероятно шторм слегка сбил их с толку капитан человек довольно резкий грубо отчитал своего помощника и даже пригрозил по прибытию в Англию подвергнуть его наказанию помощник капитана хоть и был настоящим морским волком однако отличался редкой скромностью открытой ссоры он не затевал и все же стоял на своем и вот по происшествии нескольких дней пока они продолжали пререкаться непогода утихла небо очистилось и они получили возможность определить наши координаты чтобы понять где мы находимся и тогда выяснилось что помощник капитана был прав а капитан ошибался так как нас занесло на 29 широту то есть сторону от Бермудских островов помощник капитана не выказал никакого злорадства а капитан убедившись в своей неправоте вернул ему свое благорасположение таким образом все раздоры между ними были забыты но оставался нерешенным вопрос что же делать дальше одни предлагали идти таким-то путем другие иным однако все и недонучно соглашались что плыть прямо в Англию мы сейчас не в состоянии разве что подул бы зюит либо зюит вест который судьба не хотела нам подарить за все время нашего плавания в итоге все сошлись на том что следует идти к канарским островам то есть к самой близкой из досягаемых для нас точек земли не считая островов зеленого мыса но они лежали слишком уж на юг от нас если бы удалось преодолеть само это расстояние а посему мы взяли курс нордвест при упорном западном а точнее северо-западном ветре и проделав немалый путь примерно через 15 дней миновали пик Тенифе самую высокую вершину одного из канарских островов здесь мы пополнили наши запасы набрав свежей воды и кое-чего из провизии а к тому же отличного вина и в большом количестве но поскольку удобной гавани там не было то оберегая наше судно сильно пострадавшее от дурной погоды и прохудившееся мы были вынуждены удовольствоваться чем могли и простояв на якоре у канарских островов всего 4 дня снова вышли в море после канарских островов погода благоприятствовала нам и море оставалось совершенно спокойным пока мы не вошли в зону промера так называют устья английского канала а так как дул сильный норд-норд-вест нам дольше обычного пришлось стоять по выражению моряков в открытом море у самого входа в английский канал и вот в утренней мгле пред нами вдруг возник французский корсар или капер который на всех парусах пустился за нами в погоню наш капитан раз или два обменялся с ним бортовыми залпами что оказалось для меня мучительным испытанием так как никогда прежде мне не случалось наблюдать ничего подобного подвергнув нас пушечному обстрелу французы убили и ранили шестерых из лучших наших людей короче говоря после боя достаточно продолжительного чтобы мы успели прийти к убеждению что ежели французы не возьмут нас в плен мы так или иначе пойдем ко дну прямо у них на глазах ибо шансов на спасение нам не оставалось никаких и после боя достаточно продолжительного чтобы не уронить честь нашего командира мы сдались и судно наше угнали в залив Сен-Малу меня не очень огорчила потеря имущества находившегося на нашем корабле так как я знал что у меня еще много чего разбросано тут и там по свету однако лишившись решительно всего что было при мне вплоть до одежды сорванной с плеч моих я не мог оставаться к этому совершенно безразличен к счастью кто-то сообщил капитану капера что я являюсь пассажиром и купцом и он пригласил меня к себе и осведомился о всех обстоятельствах услышав из моих собственных уст как со мною обошлись он приказал своей команде выдать мне платье и шляпу а также пару обуви которые отняли у меня и самолично предложил мне свой халат чтобы я пользовался им пока нахожусь на борту его корабля следует отдать ему должное обращался он со мною все время очень хорошо но мало того что я попал в плен меня еще к великому моему огорчению задержали на борту Корсара команда которого по моему наблюдению вся состояла из французов как я уже говорил корабль их направился к заливу Сен-Мало и когда мы туда прибыли я еще большему моему огорчению узнал что по дороге к Сен-Мало наше трофейное судно попало в руки английского военного корабля и его угнали в Портсмут после того как угнали наше судно пират снова пустился в плавание и какое-то время у входа в английский канал не встретив однако подходящей добычи наконец мы увидели какой-то парусник он оказался тоже французским и занимался тем же что наш пират от него мы узнали поскольку в Англии разнесся слух что какие-то французские корсары бороздят зону промера что из Плимута вышли три военных английских корабля чтобы крейсировать вдоль канала и что мы наверняка с ними столкнемся получив такое известие французский капитан малый отчаянно смелый непривыкший уклоняться от опасности берет курс норд-ост в сторону пролива святого георга и на широте сорок восьмой с половиной на свою же беду встречается с большим хорошо оснащенным английским судном которое возвращалось с Ямайки дело было на заре ясного утра матрос закричал с груд марса виден парус я очень надеялся что это окажется английский военный корабль и погонки и поспешным приготовлением к сражению какие тут же начались заключил что так оно и есть а потому а потому желая посмотреть на него я покинул свой гамак отдельной каюты у меня не было однако вскоре я обнаружил что расчеты мои оказались неверными чужой корабль находился по другую сторону ибо направляясь на север к берегам Ирландии он лежал теперь от нас по борту слева когда я перебрался туда я увидел что наши паруса уже подняты и наполнены ветром то есть погоня началась и мы развиваем максимальную скорость также я заметил что и они увидели нас и поняли кто мы такие и стремясь уйти от нас помчались на всех парусах в сторону Ирландии чтобы найти там укрытие было очевидно что наш капер шел много быстрее ихнего по крайней мере вдвое и ближе к вечеру мы настигли его сумей он сохранять дистанцию еще хотя бы шесть часов он успел бы войти в устье Лемрика или в другом месте приблизиться к берегу и тогда мы не рискнули бы напасть на него и так мы настигли его и капитан их увидя что другого выхода нет проявил отвагу сам приказал остановиться и приготовиться к бою судно его было из 30 пушек однако оно имело слишком глубокую осадку так как между деками находилось много товара и матросы не могли привести в действие батарею нижней палубы к тому же волны били изрядно высоко наконец им все-таки удалось открыть порты и дать залп из трех бортовых орудий но хуже оказалось другое их судно будучи слишком перегружено двигалось неповоротливо и французы подскочив сбоку открыли по его борту прямой огонь и сразу приготовились повторить его однако англичане занимали не худшую позицию да и матросы их были на редкость проворны так что не теряя времени они нам тут же крепко отплатили я видел что еще при первом залпе французы понесли большие потери а при следующем им пришлось и того хуже потому что хотя английское судно и не было столь же маневренным как французское оно было крупнее и надежнее и когда мы то есть французы снова напали на них англичане бесстрашно ринулись на нас и развернувшись поперек наших клюзов намертво принайтовались к нам вот тут-то английский капитан и пустил в ход батарею нижней палубы учинив нам настоящее избиение от которого если бы оно продлилось еще корсарам пришлось бы совсем совсем плохо однако французы во главе со своим капитаном возникавшим тут и там со шпагой в руках с поистине замечательным проворством и отвагой быстро взялись за дело отцепились от английского судна баграми оттолкнулись от него и открыли сплошной оружейный огонь так что никто из англичан не смел показаться на своей палубе повторяю освободившись таким путем мы стали борт-оборт с англичанином и продолжительным обстрелом вывели его из строя сбив начисто его мачту и буль шпрунтов а кроме того и это было самое худшее убили английского капитана поэтому после окончания сражения которое длилось всю ночь оно происходило в полной тьме и часть следующего дня англичане вынуждены были сдаться французский капитан вежливо предложил мне спуститься на время перестрелки в трюм как я понял он сделал это не из одной вежливости а не желая чтобы я оставался на палубе возможно он боялся что я воспользуюсь случаем и причиню им какую-нибудь неприятность хотя честно говоря я не представлял чего бы я мог такого сделать поэтому я с готовностью спустился вниз ибо вовсе не хотел чтобы меня убили да еще кто мои же соотечественники поэтому я отправился вниз и просидел все это время рядом с хирургом таким образом мне представилась возможность наблюдать как после первого бортового залпа произведенного англичанами вниз к хирургу принесли семь раненых матросов а вслед за ними еще 33 следует добавить что после того как англичане сначала встали нам на перерез а затем нам удалось от них отцепиться вниз принесли еще 11 раненых так что всего французы насчитывали 51 раненого и примерно 22 убитых а англичане 18 убитых и раненых в том числе капитана однако французский капитан был в полном восторге от полученной добычи ибо на захваченном корабле имелось несметное богатство он вез на своем борту много серебра и после того как матросам разрешено было разграбить там кают-компанию откуда они немало унесли английский помощник капитана предложил капитану капера при условии что тот вернет ему свободу показать только ему без свидетелей где лежат спрятанные 6 тысяч пиастра капитан согласился на сделку и скрепил обещание отпустить его на свободу как только они высадятся на берег своей подписью и той же ночью когда часть команды ушла как говорится на боковую а другая встала на вахту наш капитан и помощник капитана с трофейного судна отправились вдвоем и без труда нашли деньги лежавшие в специально сделанном для них тайнике капитан решил пусть они там и остаются лежать до прибытия на место а на месте он самолично припроводил их на берег так что ни владельцы капера ни его команда ничего из этих денег не получили что со стороны капитана между прочим было мошенничеством правда находка эта собственно являлась выкупом помощника капитана за свободу который капитан вернул ему точно как обещал дав придачу 200 пиастра с которыми тот вернулся в Англию возместив этим свои убытки захватив такой трофей капитан помышлял лишь об одном как бы благополучно вернуться с ним во Францию поскольку того что было на захваченном судне с лихвой хватило бы на всю команду вместе с владельцами капера перечень находившегося на нем груза согласно записям капитана копию которых мне удалось снять сводился к следующему 260 больших бочек сахару 187 бочонков сахару 176 баррелей индига 28 бочонков пипиента 42 мешковаты 80 центеров слоновой кости 60 бочонков рома 18 тысяч пиастров помимо спрятанных 6 тысяч несколько тюков с лекарственными растениями черепашьими панцирями разными сладостями в виде цукатов шоколада и прочим весьма ценным товаром в том числе лимонным соком для английских купцов то была великая потеря и знатная добыча для пиратов захвативших ее но поскольку она была захвачена как говорится в открытом бою и в честном сражении протеста не последовало да и надо отдать должное они храбро за нее сражались прежде капитан не отважился встречаться с английскими военными он и теперь сохранял осторожность так как захватив ценную добычу он не хотел коли это от него зависело снова потерять ее поэтому он взял курс на юг и держался этого курса так долго что я было подумал не решил ли он идти прямиком на свою родину в Марсель однако достигнув широты примерно 45 он повернул судно на восток и вошел в Бесканский залив а оттуда доставил нас всех в устье реки Борода где по известии что он прибыл с таким трофеем владельцы судна то есть хозяева капитана собрались на берег чтобы встретить его и устроили на месте совет что делать с захваченным кораблем само собой деньги и часть товара они получили а оба корабля спустя какое-то время уже бороздили океан возле берегов залива Сен-Мала где воспользовавшись тем что там же крейсировали французские военные корабли они вызвались конвоировать их до самого Уэсана именно здесь как я уже говорил капитан наградил и отпустил на свободу английского помощника капитана который направился оттуда морем до Дьепа а потом получив паспорт в котором значились Фландрия Астенде прямо в Англию как видно капитан спешил посадить англичанин на судно чтобы тот не открыл и другим тайну какую открыл самому капитану и так я очутился во Франции в городе Бордо и в одно прекрасное утро капитан спросил меня что я намерен предпринять сначала я его не понял тогда он объяснил что у меня есть выбор или меня передадут в руки государства в качестве английского пленника а значит отправят в город Динан в Британии или я должен придумать способ чтобы меня включили список на обмен пленными однако могу и просто внести за себя выкуп сперва он назначил мне сумму выкупа в 300 крон я не знал как поступить и попросил дать мне время чтобы отослать письмо в Англию моим друзьям которым отправил из Виргинии ценный груз однако опасался что вдруг он тоже может попасть в руки подобного пирата а ежели так мое будущее туманно он охотно согласился подождать я отправил по почте письмо и к моей радости получил ответ что судно на котором сначала плыл я сам было отбито англичанами и отправлено в Портсмут я боялся что это известие заставит моего нового господина строже обращаться со мной и чего доброго еще покажется ему оскорбительным однако он ничего не сказал мне по этому поводу хотя как выяснилось последствии уже знал об этом тем не менее для меня это известие явилось поддержкой и помогло мне даже больше чем простая возможность заплатить выкуп капитану так как мой лондонский агент узнав что я остался жив и нахожусь в Бордо тут же прислал мне аккредитив на имя одного английского человека в Бордо которым я мог в любое время воспользоваться получив его я отправился сразу к этому человеку чтобы он его засвидетельствовал и он сказал мне что я могу взять по нему денег сколько мне будет надо теперь у меня имелся друг не то что прежде когда я был новичком в этих местах и не знал что предпринимать и этому другу я мог рассказать о своих делах и попросить у него совета как только я описал ему мое положение он воскликнул постойте коли такое дело я быть может сумею найти способ освободить вас без выкупа как выяснилось одно судно которое возвращалось в мартинике домой во францию потерпело поражение возле мыса финистера от английского военного корабля и в плимут доставлен пленником некий купец севший на него в ларашеле друзья этого человека забросали всех просьбами учитывая его бедность из-за которой он не мог заплатить за себя выкуп обменять его на другого пленного мой новый друг намекнул мне об этом и посоветовал не спешить с выплатой денег этому моему новому господину капитану а сделать вид что из Англии все еще нет вестей так я и поступил пока капитан не стал проявлять нетерпения некоторое время спустя капитан заявил мне что я веду с ним нечестную игру что я заставил его ждать выкупа и поэтому он хорошо со мной обращался и даже вошел в расходы чтобы помочь мне а я держу его в неопределенности короче говоря если я не вручу ему деньги он через 10 дней отошлет меня в Динан где я стану пленником короля пока меня на кого-нибудь не обменяют мой друг негациант подсказал мне выход и по его совету я ответил капитану что очень тронут его учтивостью и огорчен что ему нескоро будет получить все что он потратил на меня тем не менее я обнаружил что друзья меня забыли и я просто не знаю как поступить а потому не желая больше вводить его в заблуждение я вынужден согласиться на то чтобы меня отправили в Динан или куда он еще сочтет нужным однако если мне случится когда-нибудь вырваться на свободу и вернуться в Англию я не примену возместить ему все расходы на мое содержание в общем я расписал ему мое положение в самых черных красках он только покачал головой и ничего не сказал а на другой день включил меня в список пленных англичан предоставляемых по предписанию местных властей в распоряжение короля с тем чтобы отправить их в Британь таким образом я уже вышел из-под власти капитана и негациант вместе с двумя другими купцами которые были хорошо знакомы с тем купцом что содержался пленником в племуте тут же отправились к властям и добились разрешения на обмен причем мой друг еще дал поручительство чтобы меня непременно отпустили на случай если того купца почему-либо задержат мне вернули свободу и мы отправились к нему домой вот как мы обвели капитана вокруг пальца и не заплатили выкупа однако мой друг пошел к нему и сообщил что по приказу местных властей меня обменяли на другого пленного а также уплатил ему все расходы какие тот счел нужным определить за мое содержание тут уж капитану не пришлось возражать или требовать хоть какого выкупа на борту французского судна я совершил оттуда путешествие в Дюнкерг и вместо документа об обмене пленными выданного мне в Бордо получил паспорт на въезд в испанские Нидерланды куда мне и надо было и вот в апреле когда я отправился в Гент откуда наши армии как раз готовились выступить в поход у меня не было предубеждения против военной службы только я полагал что я поднялся уже выше этого и должен стремиться к иной жизни ибо по моему мнению в поход может отправляться только тот кому нельзя оставаться у себя на родине и все же я решил хоть одним глазком взглянуть на военные действия для этого я свел знакомство с одним английским офицером который квартировал в Гент и сообщил ему свое намерение на что он предложил мне идти с ним обещав свое покровительство как волонтеру с тем чтобы я расположился в его ставке жил как мне вздумается а буду носить оружие или нет это как сочту нужным компания оказалась не из трудных и мне посчастливилось близко наблюдать несение военной службы не подвергая себя особому риску решающих битв мне конечно увидеть не пришлось так как в эту компанию сражений вообще было не так уж много результатов компании для той и другой стороны я не знал и поскольку в спорах на эту тему не участвовал то мысли мои и не были не были обременены всем этим королем Англии стал принц Аранский так что все английские войска были на его стороне и мне пришлось услышать немало ругательств и проклятий в адрес короля Виллигельма что же до военных успехов я сам не раз видел как французы побеждали наших и полк моего нового приятеля был окружен в одной деревушке где он квартировал не знаю из-за чего было сражение но все в результате попали в плен мне повезло что я не считался на службе и не принадлежал командному составу а посему отправился в тот самый день оглядеть окрестности это было моим любимым любимым занятием осматривать укрепленные города и любопытствоваться их прекрасными фортификациями и пока я развлекался таким образом я счастливо избежал случая попасть в плен к французам вернувшись я обнаружил что город захвачен врагом но я не был солдатом и они меня не тронули а так как в кармане у меня лежат французский паспорт они разрешили мне проследовать в Ньюпорт откуда на пакетботе я отплыл в Англию но только вместо Дувра приплыл Диль погода заставила нас встать на рейде Даунс на том и окончилась моя короткая компания и вторая моя попытка приобщиться к военной службе по прибытии в Лондон я был прекрасно принят моим другом которому я припоручил все мое состояние и нашел что дела мои сложились как нельзя более удачно так как весь мой товар о котором говорилось выше посланный в его распоряжении на разных судах благополучно прибыл к нему а кроме того мои управляющие в разное время погрузили на суда еще 400 кип табака то есть весь урожай с моих плантаций полученный за время моего пребывания за границей и отправили его в мое отсутствие моему лондонскому агенту таким образом на руках у моих агентов оказалось более тысячи фунтов да еще оставалось непроданных 200 кип табака отныне у меня не было иной заботы кроме как скрываться от друзей моего детства однако это не составило никакого труда ибо они давно уже потеряли меня из виду да и я со своей стороны тоже давно потерял их след мой капитан который уплыл вместе со мной вернее увлек меня за собой по сведениям собранным мною долго скитался по свету вернулся в лондон снова занялся своим излюбленным ремеслом которое не мог забыть и став знаменитым разбойником после 14 лет на редкость изощренных и удачливых грабежей подробное описание коих как я уже говорил составили бы восхитительную историю кончил свой век на виселице другой мой брат Жек которого я звал майором избрал тот же порочный путь однако будучи от природы человеком более благородным и великодушным совершал преступления менее вопиющие и действовал так умело что каждый раз ему удавалось вовремя улизнуть пока он все-таки не угодил в Ньюгет где его заковали в кандалы и без сомнения отправили бы туда же куда и капитана если бы он не был столь ловким мошенником которого никакая тюрьма ни кандалы не могли удержать и вот еще с двумя узниками ему удалось сбить кандалы и буквально пройти сквозь стены тюрьмы так что однажды ночью они оказались уже за ее пределами и совершив побег сумели перебраться во Францию где он продолжал заниматься тем же делом причем так успешно что прославился под именем Антони и вместе еще с тремя своими коллегами которых он обучил что называется воровать по-английски то есть никого не калеча и не убивая словом не прибегая к насилию удостоился чести быть колесованным на Гревской площади в Париже воровать воровать